Правительство Приморского края приняли в окончательном чтении закон о бюджете на 2021 год и плановый на последующие два года. Однако на рассмотрении проекта вновь отличилась партия КПРФ. Часть коммунистов проголосовала против принятия бюджета. Это их ежегодная принципиальная позиция. Только на этот раз они еще отрицательно высказались по поводу бюджета Приморья на будущую трехлетку. По бюджету у нас позиция Центрального комитета на голосуем против, потому что что бюджет муниципальный на местах, что бюджет краевой в регионе, что общефедеральный, который Госдуму утверждает, принимает. Он носит антисоциальный, несоциальный характер, он постоянно уменьшается. И только пропагандисты расскажут о том, они в принципе должны пропаганду вести, что якобы он хороший, он направлен на социалку, на поддержение малоимущих слоев населения. На самом деле бюджет в целом Российской Федерации, бюджет какой-то отдаленной маленькой деревушки, он не отвечает интересам людей. Поэтому у КПРФ позиция принципиальная. Если бюджет будет примерно на 50% хотя бы нести социальную нагрузку, тогда, конечно, мы готовы будем поддержать. Общие параметры бюджета Приморского края на 2021 год составили по доходам более 139 миллиардов рублей, по расходам 144 миллиарда рублей. В бюджете для городов края запланировано строительство новых объектов социальной инфраструктуры, а именно детских садов, школ, поликлиник для детей и спортивных объектов. Кроме того, в бюджет включены расходы на строительство, реконструкцию и проектирование 53-х мостовых сооружений. Стоит отметить, что ранее бюджет на 2021 год проходил через цикл общественных слушаний, участие в которых приняли десятки тысяч человек. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.